Кто имеет право на налоговые льготы, когда следует отчитываться юридическим лицам по имущественным налогам и как эффективнее оформлять заявление без посещения инспекции? Ответы на эти вопросы рассказали в Химкинской налоговой службе в рамках подготовки к массовому расчету. Если налогоплательщик относится к категории лиц, имеющим право на получение налоговой льготы, рекомендовано представить заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу или налогу на имущество физических лиц по установленной форме. К данному заявлению налогоплательщик вправе предоставить документ, подтверждающий налоговую льготу. Всю информацию о налоговых льготах можно получить на сайте налог.ру в разделе справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам непосредственно в самой инспекции или в контакт-центре ФНС России по телефону, указанному на экране. Также в Химкинской инспекции напомнили о необходимости подачи документов юридическим лицам. Инспекция напоминает, что для налогоплательщиков, юридических лиц, являющихся собственниками движимого и недвижимого имущества, 26 февраля наступил срок представления уведомлений об исчисленных суммах имущественных налогов за 4 квартал 2023 года. Также в ФНС рассказали, что личный кабинет налогоплательщика остается самым удобным и популярным сервисом, в котором можно подать документы без визита в инспекцию. Однако необходим разовый визит в налоговый орган для получения доступа к ресурсу. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.